Другие поиски Цирии привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготела загадочная прогрессия. Ну что ж, уже почти охота пойти этого Уму забрать. И уже начать делать этот квест, все-таки посетить Каэр Морфи. Давно я там не тусовался. Так, а у нас тут медоносный призрак заказ. Какой-то простенький вроде. Так, а у нас люди, ну что там? Ну что, ты characterization? Да. Да. это все в принципе потом можно сделать вот я точно знаю что гвинт завершится карту ламберта выиграем но высокие ставки будет последнее задание можно приколоться еще пройдя основной сюжет собрать колоду скеллиги и сыграть колодой скеллиги на вот этом турнире вообще можно поприкалываться и всеми колодами там поиграть и выиграть будет интересно основное задание у нас вот уродец пойду все-таки туда а уж потом вернувшись скайр морхена можно доделать уже все эти вопросики доискать принципе их тут не так много сейчас глянем 80 считание это 44 не так много основном все здесь на территории получается каменных сердец вот здесь все внизу уже основная часть зачищена а и 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 Человек бывалый, так скажи мне, если у меня сын родится, назову Геральтом. Добро, давай монету. Бежим, отдаем главный хлеб. Добро, давай монету. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро, не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему и с катертью дорога. И много благодарен. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ордаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Нет, не привезем. Открывай дверь, жила. Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кейрморхен. Ну, пойдем. Что за... Хватит дуракчиться, едем. У нас гости. На нельфгардских боевых камен. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Я уже не помню, что он там хотел-то. Император этот. Третья армия возьмет Бенглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавая приказы, и приступай. Как прикажете. Император. Йеннифер. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Как поживаешь. Это... Этот человек ключ к поискам Цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командуя десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Ян знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барона отправила ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Мне Лютик сказал. А ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Ари Тузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт. Ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие суммы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт. Прости, но я не сумею перенести тебя суммой и платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар. Ведьмачья крепость Каэр Морхен. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует... Долго тебя не было? Долго. Как дорога? Пару миль назад видел вилохвост, а так всё спокойно. Только пассажир всё время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, зайчья губа. А это... Тише, тише. Вот холера, правая была Яна. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так и сгвоздался? А, это... Я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они вконец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Ещё как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на неё не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... А-а-а. Тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Так что задумала Йен? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Может, у нее есть на то причины. По крайней мере, одна. Она что-то там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. Ну ладно. Так где все? Эскель охотится на вилохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Но Айеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергии и стихий. Ага. Айен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Собирает мегаскоп. КОНЕЦ 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 Знакомый почерк. Берингар. Эти бумаги должны быть лежат здесь не первый год. Он работал над мечом. И судя по заметкам, хотел он не просто меч, а Торхэйрн. Надо поговорить с Весемиром. Может, Берингар с ним советовался, и Весемир помнит, в чем там дело. Ну и ветер. Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Я тоже так думаю. Береги себя. Мы можем поговорить? Береги себя. Не хочет говорить по-по-что с Весемиром. Береги себя. Береги себя. Береги себя. Продолжение следует... 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 Спасибо, всё работает. Что это было? Две меритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кровати. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю, Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно, ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейдмил и Йенниферай Пвенгерберг. Гвинблейд. Кейдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Бафаэль Элайне Кейдмил Фолье. Глайдэв Дорне Айттанайт. Бундраидны Яхус. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнеса из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айнсайверне. Вафай. Наш разговор еще не окончен. Дай угадаю. Наверное, ты хочешь чего-то взамен. Если позволишь, Гвинблейд, у меня есть одна просьба. Не гадай. Просто выслушай. Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли, старшая кровь может начать час конца. Или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд. Ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Можешь извиниться за то, что вел себя как вахлак. Хотя я тебя просила. Блять, нормально вел себя. Что не нравится-то? Я прошу прощения. Мне просто показалось, что у Иды такой снисходительный тон. И ты решил доказать, что у нее есть все основания для такого тона? Браво. Ну да хватит об этом. Закончи все, что вы с ребятами собирались сделать. И мы начнем. Закончи все, что вы с ребятами собирались. Напомню, отбегай, чтобы делать свое приличное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...